Всем привет! В продолжение темы беженцев на территории Германии. Сегодня в этом видео мне хотелось бы затронуть африканцев, восточных и других беженцев с сумасшедшим потоком, идущих на территорию Германии. В Италии на острове Лампедуза еженедельно принимают около 8 тысяч беженцев. Кто это такие? Это выходцы из африканских государств на 99,9% состоящие из молодых здоровых парней в возрасте от 18 до 30 лет. Якобы они все бегут из плохой страны в хорошую за работой, чтобы потом вызвать за собой семью. Допустим. Но сейчас с 1 ноября этого года, а именно с 1 ноября 2023 года, немецким правительством принято решение ужесточить меры различных вот этих вот выплат социальных и других пособий беженцам из Африки. С чем это связано? Вот уже много лет, скажем так, с 2015 года, немецкое правительство ежегодно принимает около 250 тысяч иностранных беженцев, в основном из Африки. Из Ирака тоже бежали, из Ирана нет, из Афганистана бежали. И эти люди, очень многие из них остались здесь. Кое-как зацепились, кто сидит на социале, кто получает еще какие-то пособия. Некоторых людей просто-напросто отправили обратно. Но сейчас, в последние несколько лет, отправлять их обратно уже невозможно, потому что государства, из которых они сбежали, выскочили, скажем так, на свободу, принимать их обратно не хотят. И немецкое правительство, так же наравне, как с украинскими беженцами, для них предоставлены сейчас несколько другие льготы. Именно льготы, не урезание социального пособия, а предоставлена возможность найти себе работу, изучить бесплатный язык и интегрироваться в социальную жизнь Германии. Этим же беженцам из Африки, из Афганистана, предоставлена сейчас другая возможность доказать, что они хотят интегрироваться в жизнь в этой стране. До недавнего времени, а именно до этого месяца, они все получали свои пособия. Эти пособия, конечно, были намного меньше, чем вот эти вот Бюргергельд, 506 евро в месяц, но тем не менее, эти люди получали пособия. С 1 ноября этого года им пособия выплачиваться не будут. То есть, они будут получать от социальных касс карту, и на этой карте у них будет записано определенное количество средств для покупки необходимых вещей. Допустим, продуктов питания, одежды, может быть, или еще каких-то вот таких мелочей. Они уже не будут получать наличных денег, как это было до последнего времени. Что подтянет, что повлечет за собой вот эта вот акция? Немецкое правительство хочет, чтобы все эти граждане-беженцы из африканских стран, приехавшие сюда, те же самые палестинцы, которые устраивают сейчас в Берлине, в Кёльне, и пытаются устроить в Хамбурге демонстрации в защиту Палестины со своими идиотскими лозунгами, криками «Уничтожить всех евреев и весь мир». Этих палестинцев, конечно, пытаются вот уже сколько лет подряд выгнать из Германии. Они не принимают гражданство, они не хотят принимать гражданство. Они граждане Палестины, они граждане Ливана. Ну, они устраивают свои вот эти вот клановые мафиозные системы, структуры, которые грабят людей, занимаются наркоманией, проституцией, какими-то игровыми там вот этим вот казино и так далее. Очень многие кланы сейчас поприжимали. И в последних новостях показывали, как в Берлине разгоняли вот эти вот демонстрации про-палестинские при помощи водометов. Так вот, правительство хочет, чтобы все эти граждане, так стремившиеся и стремящиеся до сих пор попасть на территорию Германии, доказали, что они действительно способны работать. Естественно, эта акция прекращения любых выплат по пособиям вот этим вот гражданам, скажем так, терпимым государством, повлечет за собой волну людей, пытающихся действительно устроиться на работу. Сейчас уже во многих фирмах очень много заявлений о приеме на работу якобы квалифицированных работников из Африки. Люди, во-первых, не знают языка вообще, от слова вообще. Люди не знают, на кого они подают заявление, вернее, на какие рабочие места они подают заявление. Им лишь бы устроиться хоть куда-нибудь, хоть кем-нибудь. То есть, те, кто прослышал и понял все те последствия, которые повлечет за собой акция немецкого правительства, начали сейчас шевелиться. Другие же сидят спокойно вот в этих анкер-центрах, как они называются, и ждут, чем все это закончится. Я не скажу, что все эти беженцы, приехавшие сюда из Африки, из Афганистана, из Палестины, сидят балластом. Нет, многих из них поотправляли раньше обратно домой. Некоторых интегрировали в жизнь Германии, предоставив им помощь в изучении языка. Есть очень много различных программ государственных, помогающих этим людям устроиться на работу, получить квалификацию или переквалифицироваться. И есть очень много этих людей, которые действительно работают, приехав сюда, они показывают, что да, они не социальные паразиты, они люди нормальные, такие же, как и граждане Германии. Они ведут себя вполне культурно и адекватно. Другие же люди, которые сидят по два, по три года в этих анкер-центрах, они называются терпимыми. То есть государство им отказало в выдаче статуса беженца, но отправить их пока не могут, допустим, домой, потому что страна, из которой они бежали, не принимает их. А другие страны не хотят принимать чужих граждан, потому что у них своих вот пруд-пруди, так вот там своих дармоедов хватает. И вот эти вот граждане теперь с 1 ноября будут, скажем так, чесать себе затылки, чесать себе спины в поисках работы. К чему приведет эта акция в конце года, в начале следующего года, пока еще неизвестно. Но, но, не все так классно, не все так гладко, как расписывают различные агентства, различные вот эти вот, скажем так, их провайдеры, которые помогают африканцам прибежать в Германию, прибежать в Европу и попытаться получить статуса беженца. Я уже в одном из последних видео говорил, что Италия очень сильно страдает от этих беженцев, действительно очень сильно страдает. Из Италии эти беженцы бегут дальше в Германию, пытаются устроиться где-нибудь в Австрии, в Греции ужасно много беженцев с Ближнего Востока и из Африки, во Франции очень много таких беженцев, и вот практически в этих вот странах, во Франции, в Австрии, в Греции, такие граждане получают некоторые пособия. Здесь же, в Германии, сейчас им эти пособия будут перекрываться, и будут даваться, как я уже сказал ранее, обналичивать эти карты с запущенными на них какими-то средствами. Обналичивать эти карты невозможно. То есть, имея карту, ты можешь пойти в какой-то дешевый магазин, купить необходимые продукты питания, которые тебе нужны. Не имея этой карты, увы, скупиться ты не сможешь. В Италии уже как полгода существует такая программа, и все эти беженцы, прибегающие из Африки в Италию, кричат полиции и кричат карабинерам, что они не хотят жить в Италии, они хотят транзитом через Италию дальше в Германию, потому что Германия, как уже смеются очень многие сатирические журналы, рисуя карту Европы, Германия это контора по выплате социальных пособий для всего мира. Поэтому, чтобы этого не случилось, чтобы этого не было и дальше, немецкое правительство приняло такое вот решение, приняло такой закон. И посмотрим, что будут делать эти беженцы, когда начнется эта акция с 1 ноября. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Далее по теме беженцев. Но не украинских, а африканских, ближневосточных и афганских. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok